Доброго времени, дорогие любители домашних экзотических растений! Сегодня мы постараемся создать атмосферу любви и гармонии в доме благодаря такому знакомому незнакомцу, как фикус лоригатный тенеки. Разновидность фикуса – дерево бодхи, очень почитаемо в буддизме. Именно под ним Гаутама Будда достиг просветления. Такое событийное растение обязательно должно обрести достойное место проживания, чтобы поддержать положительные энергии дома. Наши фикусы переедут в напольный пластиковый горшок, имитирующий ротанговое плетение. По сложившейся традиции мы составим субстрат сами. Получая при составлении тепло наших рук и изрядную порцию позитивных мыслей, почвенная смесь получится легкой, без коми и хорошо напитанной кислородом. Создавая благодатную почву домашнего дерева медитации, основой составляющего субстрата в равных пропорциях станут листовая земля, более тяжелые фракции дерновой земли, низиный раскисленный торф, в который мы добавим лопатку верхового, нераскисленного, но более легкого по своей структуре торфа. И, конечно, гумус. Обязательно соблюдайте свежесть последнего компонента, ведь именно он станет ответственным изоплодородия составленной смеси. Также мне нравится добавлять в субстрат мелкие фракции древесного угля. Открою небольшой секрет. Его я покупаю в магазине для пивоварения. Меня привлекает его малая стоимость относительно предлагаемого объема. И аккуратная упаковка в пластиковые контейнера. Ведь это очень актуально для древесного угла с его мелкодисперсной пылью. Также добавим три лопатки крупного лечневого песка, предварительно промытого и прокаленного в духовом шкафу. Мелкие фракции мха, сфагнума. И вуаля! Тайный субстратный компонент. Природный минерал циолит, ваше внимание. Стимулирует корнеобразование. Делает субстрат водоемким, сокращая чистоту полива. Моим высокодекоративным горхи циолит определенно пришелся по душе. Помните, в самом начале составления смеси мы добавили лопатку нераскисленного верхового торфа. Циолит восстановит нейтральную кислотность нашей почвы. А теперь нам нужно уделить достаточно внимания вымешиванию почвенной смеси. Для того, чтобы она ни в коем случае не была сужавшейся и клёплой. Нам удалось создать прекрасный почвенный субстрат. А значит, декоративный внешний вид фикуса тенеки сохранится на высоте. Конечно же, на дно нашего горшка мы выкладываем дренажный керамзит, предварительно промыз его в растворе марганцовки и просушив в жаровочном шкафу. Приступая же непосредственно к пересадке растения, обожмем транспортировочный горшок с нескольких сторон. И аккуратно извлечем растение. Предварительно просушив почву в течение 2-3 суток, это будет зависеть от влажности воздуха в вашем помещении. Сделать это будет достаточно просто. Корневая система нашего растения, как вы можете видеть, в безопасности и совершенно здоровая. Единственное, что предстоит сделать, это частично удалить старый субстрат. По замыслу, в новый горшок будет высажен оба растения, ведь мы создаем концепцию мини-сада-бодхи. Работая аккуратными движениями, мы не сильно потревожим корневую систему. Пожалуй, стоит поделиться предысторией появления тенеки в моем доме. Все растения попадают ко мне по-разному. В декабре 2016 оба экземпляра были приобретены в сетевом супермаркете за более чем скромную сумму денег во время финальной распродажи, уже буквально просто в последних числах декабря. Растения, увы, замерзали. Были сильно залиты холодной водой. Начали подгнивать. Мы все еще были живы. Сердце, конечно, разорвалось, но мои мужественные бодхи были приобретены и разместились за пасухой под паховиком. Сутки отстаивались в ванной комнате, после чего были полностью освобождены от субстрата и подверглись корневой обрезке, подгнивающей мочалке. Так что на каждом растении осталось не более 3 см беленьких, но живых корней и по 3-4 листочка. Искупав растения целиком в чуть теплой, но слабом растворемой концовке и обмытой при помощи ватного топона щелочным раствором хозяйственного мыла. В данном случае отлично работает. Чем проще, тем лучше. Любое из этих средств есть в каждом доме. Пересаженным идентичнее тому, что мы составили сегодня субстрат, и началась борьба за жидкостью. В течение января месяца каждый день подгнивающие листовые пластины протирались слабым раствором марганцовки, чуть розовым раствором марганцовки. Варигатные фикусы стояли на подоконнике в северной части дома, но дважды в день, утром и вечером, досвечивались мощные лампы бекалорного освещения вместе с другими блатыми растюхами. И уже к середине февраля фикусы благополучно двинулись в рост. Если вы совсем недавно приобрели или собираетесь приобрести в магазине фикус эластика, важно при пересадке осмотреть корневую систему. И если она здорова, будет достаточно перевалить в чуть больший по объему горшок с досыпкой свежего субстрата. Этого будет вполне достаточно для развития растений. Фикусы – стойкий и жизнелюбивый вид растений, особо нетребовательный к условиям содержания, его по силам вырастить даже начинающим растеневодам. Фикусы-тенеки, как и большинство видов фикусов, хорошо адаптируются к условиям помещения, прекрасно поддаются формирующие обрезки, плетению, а из некоторых видов создаются настоящие архитектурные ансамбли. И как вы сами можете наблюдать на экране, корни и первого, и второго фикуса совершенно здоровы. За короткий промежуток времени разрослись по керамзиту и в принципе в плановой пересадке не нуждались. Но мы своими руками реализуем проект создания особого места в доме для умиротворения и медитации «Сад просветления Бодхи». В подготовленный горшок закладываем субстрат, фундамент поверх слоя керамзита. Чтобы определиться с количеством, делаем примерку размещения тенеки по высоте. В этом горшке нашим растениям предстоит провести не менее двух лет до следующей пересадки, а возможно и более. Горшок достаточно объемный, что позволит делать досыпку плодородной почвы сверху по мере роста растения. Пожалуй, единственная сложность может возникнуть только с тем, что уже сформированные по спирали эффектные листовые пластинки не мешали росту друг друга. Расправьте корни по направлению в стороны от ствола. По свежему и достаточно легкому субстрату они быстро начнут осваивать территорию. Благочисленные сорота фикуса и ластик пожалуй, самые неприхотливые и выразительные вечно зеленые кустарниковые растения. Крупные овальные формы листья картинно расписаны узорами темно-зеленых, салатовых, малиновых, кремовых и белых тонов и полуотенков. Создавая разнообразные сочетания. По мере разворачивания нового листа цвета меняются, словно по взваху волшебной кисти живописства. Как мы уже говорили, фикусы хорошо растут и развиваются и не требуют сложного ухода. Имеют отличный именитет ко многим видам болезней. Легко переносит процедуру формирования кустика и быстро восстанавливается после обрезки. Легко приживается в климате помещений, любит опрыскивание чуть теплой водой и будет благодарен протиранию влажной мягкой тряпочкой от черешка к свободному краю. Постучав по беремену горшка, грунт даст усадку. Тем самым мы избавим корни от прямого давления и немного прижмем грунт. Помимо заложенного в почву циолита, мы можем предложить Тенеке органический коктейль, но не ранее, чем через пару месяцев после пересадки. Полит фикуса осуществляется по мере просыхания верхнего слоя грунта обильно приблизительно раз в неделю водой обратного осмоса комнатной температуры. Начиная с весны, можно подкармливать растения, чередуя органику с минеральными удобрениями. Фикус не так требователь к влажности воздуха, но близость батареи отоплений не потерпит и может начать сворачивать внутрь и сбрасывать листья. Различные формы фикусов повсеместно встречаются в тропическом климатической зоне. Легко перенесут жар, но не засуну. Температура в тропиках резко, редко опускается ниже 20 градусов, но в домашних условиях в летний период времени легко перенесет прогулку на свежем воздухе, на веранде или балконе со снижением ночной температуры до 16-18 градусов. Фикус определенно обладатель благоприятной энергии и эстетически декоративной кроны. Почитаем мы буддизме растения, символ высокой духовности, а мы заканчиваем формировать домашний сад Бодхи и будем ждать одобрения ваших сил в виде цветения фикуса. Мы желаем здоровья вам и вашим домашним любимцам. Подписывайтесь на канал Терра Хеллен и ставьте лайки.